О вторжении боевиков Дагестан Радуев узнал, находясь в Пакистане, в командировке. Осенью 1999 года он вернулся на родину, где принял участие вооруженным столкновением с федеральными войсками. В феврале 2000 года Радуев со своими людьми с трудом вырывается из окружения Грозного. Измотанный, больной, страшные ранения не прошли без последствий. Он решил отсидеться в постелке Новогрозненский. Однако 13 марта 2000 года Радуев был задержан сотрудниками ФСБ. Два с половиной года Радуев провел в СИЗО Лефортово, в ожидании суда. Суд признал его виновным и приговорил к высшей мере, по жизненному заключению. Отбывать наказание Радуева направили в колонию Белый Лебедь, что в Пермском крае. 10 августа 2002 года Радуев отправился по этапу, а 6 декабря того же года он оказался в больнице. 15 декабря Радуев скончался в результате обширных внутренних кровотечений. Основная версия – осужденный страдал заболеванием, связанным с несвертываемостью крови. Насколько эта версия соответствует действительности, сказать сложно. Другие, в том числе правозащитники, говорят, что его ликвидировали в колонии Белый Лебедь, а по ночам выводили из камеры и сбивали до полусмерти. Вроде как требование показаний против Закаева. По другой версии, просто били за слезы русских матерей. Так или иначе, говорили, что он не страдал заболеванием, связанным с несвертымостью крови. В соответствии с третьей версией, Салману Радуеву проломил голову его сокамерник. Конфликт произошел на бытовой почве. Конфликт Конфликт Конфликт